Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о том, почему биткоин находится в демографическом мегатренде. Что это вообще значит и почему вы можете не волноваться по поводу своих биткоинов. Потому что в скором времени они с уверенностью будут расти еще круче, чем когда-либо. Опять этот позитивный Ди вернулся? Да, я надеюсь, что больше раздвоения личности у меня не произойдет. Ведь после того, как я самолично сделал более 200 видеороликов, крыша действительно поехала. Именно поэтому в последнее время я их не выпускал, потому что пытался хотя бы немного отдохнуть. Кстати, спасибо Сане Дикри за этот ролик, ссылка на оригинал будет в описании. Итак, давайте же начнем. Но прежде чем я покажу вам некоторые цифры, я хочу, чтобы вы увидели эти видео. Пожалуйста, будьте максимально внимательны к тому, что вы сейчас услышите. Потому что я хочу, чтобы вы нашли что-то общее между этими видеороликами. Мы задали вопрос Чарли Мангеру по поводу биткоина. И он сказал, что это крысиный яд. На днях биткоин вырос на 1000 долларов, и сейчас его цена составляет 9000. Как вы думаете, биткоин все еще можно назвать крысиным ядом? Думаю, его можно назвать крысиным ядом в квадрате. Биткоин это наихудшая альтернатива золоту, с его многочисленными проблемами и непредсказуемым поведением. Я думаю, что биткоин это не то, что нужно миру. Самое лучшее предсказание я сделал в прошлом году, когда битгребанный коин стоил 19000 долларов. Тогда я сказал, что с него хватит, и был на 100% прав. Он будет стоить 0 долларов. Слышите меня? 0 долларов. Ребята, думаю, вы все поняли. Но давайте посмотрим на них ближе. Уоррен Баффетт это пожилой мужчина. Чарли Мангер, угадайте, что пожилой мужчина. Дэниэль Пена тоже пожилой мужчина. Не сложно догадаться, что большинство людей, которые смотрят на рынок с медвежьей точки зрения, на самом деле вовсе не молодые ребята. И да, чтобы понять проблему биткоина, нам нужно понять суть демографической проблемы. Я нашел эту статью вчера, и она довольно свежая. Статья появилась на свет в начале мая 2019 года, и она просто взрывает мозг. Итак, над первым опросом красуется его название «Осведомленность о биткоине». Самое интересное, что не важно, сколько вам лет, потому что опрос показывает, что все о нем знают. В общем, эта синяя полоса является процентным соотношением людей, которые слышали о биткоине весной 2019 года, после его падения. Светло-голубая полоса является процентным соотношением людей, которые слышали о биткоине в 2017 году, когда он активно рос. По сути, на этой диаграмме мы наблюдаем за противостоянием бычьего и медвежьего рынка. Но самое интересное то, что большинство людей сейчас знают о биткоине, а их интерес увеличивается именно тогда, когда биткоин начинает падать. Но что еще более интересно, это демография. Итак, на осведомленность о биткоине возраст не особо влияет. Но, переходя к диаграмме «Близкое знакомство с биткоином», мы видим явное демографическое различие. Мы имеем 60% людей возрастом от 18 до 34 лет, которые утверждают, что они были близко знакомы с биткоином на момент весны 2019 года. В полосе с возрастом от 35 до 44 только 50%. В возрасте 45-54 года 43%. В возрасте 55-64 года 32%. И в возрасте более 65, куда входят большинство медведей, как я думаю, только 20%. Биткоин – это положительная инновация финансовых технологий. Итак, сколько людей считает его таковым? От 18 до 34 лет 59% опрошенных. От 35 до 44 – 50%. От 45 до 54 – 39%. От 55 до 64 – 33%. Более чем 65 лет всего лишь 24%. Следующий опрос заключается в том, сколько людей будут использовать биткоин спустя 10 лет. От 18 до 34 лет 42%. От 35 до 44 – 35%. От 45 до 54 – 25%. От 55 до 64 – 16%. И более чем 65 лет только 8%. Всего лишь 8%. На данный момент около 9% людей запрошенных имеют биткоин, исходя из этого опроса. Как вы думаете, что будет с ценой биткоина, когда остальные 91% людей начнут его покупать? И для тех людей, кто думает, что данный опрос на самом деле ничего не доказывает, я готов показать статистику своего канала. Как вы видите, здесь нет особых изменений. Единственное, что здесь интересно, так это то, что женщины не особо интересуются моим каналом. Либо не интересуются криптовалютой в целом. Чего не скажешь о мужчинах. Да, это не совсем хорошо, но интереснее всего наблюдать за разницей в возрасте. Как вы понимаете, я показал вам практически те же показатели, которые показали нам опросы. И да, биткоин находится в демографическом мегатренде. На сегодня, пожалуй, это всё. Не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Также оставляйте свои комментарии внизу, если вам есть что сказать. Всем спасибо за просмотр и не забывайте богатеть. Меня зовут Богатейший Ди, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok